Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. Фанаты до сих пор не могут поверить в смерть Юрия Шатунова. И пока одни оплакивают кумира, другие рассуждают о проклятии ласкового мая. Говорят, что это было неизбежно. Юрий Шатунов, ему досталось больше всего славы. Когда в 1988 году к коллективу пришел коммерческий успех, парню было всего 15. После распада группы Юрий эмигрировал в Германию. На родину возвращался только ради концертов. В Европе певец создал семью и дважды стал отцом. Новость о смерти Юрия прозвучала как гром среди ясного неба. Еще бы, любимцу публики было всего 48. Сейчас поклонники пытаются оправиться от шока и осознать, что голос поколения их покинул. Игорь Гошин. Разговоры о проклятии ласкового мая стали вестись задолго до смерти Юрия Шатунова. В далеком 92-м фанаты группы много месяцев обсуждали подробности трагической смерти барабанщика Игоря. В день своей смерти он посетил свадьбу друзей. Там у нетрезвого музыканта случился конфликт с одним из гостей. Драку остановили и Игоря повезли домой. Все думали, опасность миновала. Но уже утром его обнаружили мертвым на козырьке подъезда. Следствию удалось установить, что Игошин погиб в результате несчастного случая. Барабанщик якобы потерял равновесие и выпал из окна. Но фанаты были уверены, их кумира столкнули с огромной высоты. Ясности по данному вопросу нет до сих пор, но дело закрыто. Михаил Сухомлинов. Он был одним из первых участников «Ласкового мая». В коллективе играл на клавишах. После того, как группа распалась, он решил завязать с творческой деятельностью и подался в бизнес. Он достиг неплохих результатов, но в 93-м все закончилось. В тот трагический день Сухомлинов отдыхал в компании Шатунова. Певец вспоминал, что они успели попрощаться с Мишей, после чего друг отправился домой. На выходе с подъезда Сухомлинова застрелили. На Шатунова смерть Михаила оказала огромное влияние. Певец неоднократно признавался, что скучал по другу и регулярно его вспоминал. Юрий Барабаш. Смерть Юрия тоже оказалась внезапной и таинственной. К 96-му он, прославившийся как вокалист «Ласкового мая», уже вовсю делал сольную карьеру. Выступал под псевдонимом «Петлюра» и посвятил себя шансону. К 96-му Юра выпустил уже несколько альбомов и вовсю гастролировал. Казалось, всего жизни наступила новая светлая полоса, но все изменилось в один миг. В ночь на 28 сентября 96-го года Барабаш разбился в ДТП. Эта трагедия в очередной раз напомнила о проклятии «Ласкового мая». Юрий Гуров. Он был одним из солистов группы. О популярности Шатунова, а артисту оставалось только мечтать. Но гастроли с группой все равно сильно повлияли на его жизнь. Он оставался частью коллектива вплоть до его распада, а после вернулся в родное глухое село. Певец быстро потерял интерес к шоу-бизнесу и посвятил себя предпринимательству. Жизнь музыканта сложилась, в общем-то, удачно. Он был женат, воспитывал двоих дочерей, но в 2012 году погиб. Как выяснилось, 41-летний Юрий ехал на машине вместе с другом. За рулем находился именно друг Гурова. В какой-то момент мужчина потерял контроль над машиной и врезался в КамАЗ. Спасти солиста «Ласкового мая» не удалось. Арвид Юргайтис. Он находился на позиции клавишника в группе, но большую популярность музыкант не обрел. После развала группы его карьера развивалась с огромным трудом. И вскоре у Юргайтиса возникли проблемы с алкоголем. 1 июня 2005 года музыкант отдыхал на своей даче под Москвой. Заснул с непотушенной сигаретой. Это спровоцировало пожар. Арвид начал вытаскивать телевизор, горизонт, и тот взорвался у него в руках. Из-за полученных травм Арвид уже не мог покинуть горящее помещение. В итоге звезда 90-х умер от отравления угарным газом. Влада Московская. Сейчас мало кто помнит, что в мае нашлось место и для девушек. Так, какое-то время солисткой коллектива числилась Влада. Девушка имела неплохой голос, в 91-м попробовала себя и в сольной карьере. Первое время у нее не было особых успехов, но в 92-м она записала 100% хит – композицию «Белая фата». Песня имела ошеломительный успех и стала по-настоящему народной. А в 2006-м жизнь Московской неожиданно оборвалась из-за проблем с сердцем. Ей было всего 39. Александр Прико. После распада коллектива он попал в ансамбль «Мама», но тот не мог похвастаться большой популярностью. Вскоре у Александра диагностировали рак легких. В конце лета 2020 года к недугам прибавился еще и коронавирус. Заболевание стремительно прогрессировало. Он оказался в больнице. Врачи долго боролись за жизнь Александра, но спасти его так и не смогли. И последний герой нашего видео – Вячеслав Пономарев. В «Ласково мае» он проработал недолго. Какое-то время трудился в ансамбле «Мама», но это уже совсем был другой масштаб. Внезапные проблемы в творческой деятельности негативно сказались на жизни артиста. Он стал злоупотреблять алкоголем. Справиться с вредными привычками Слава смог лишь в последние годы жизни. Он обзавелся семьей, стабильной работой, но проблемы со здоровьем дали о себе знать. В 2007 году артист скончался от туберкулеза. Ему было всего 37. А как вы считаете, существует ли проклятие «Ласкового мая»? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok